Добрый день, уважаемые наши одиннадцатиклассники. Продолжаем подготовку к единому государственному экзамену. И сегодня мы с вами поговорим о выполнении задания номер 7, которое связано с грамматическими нормами русского языка. Что же это за нормы? Во-первых, грамматические нормы – это совокупность морфологических правил, связанных с образованием и использованием различных морфологических форм слова. То есть они связаны с его видоизменением. А во-вторых, это совокупность и синтаксических правил, предполагающих верное построение различных синтаксических конструкций, то есть словопочитаний и предложений. Как же формулируется задание, которое нам предстоит выполнить? В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Нам необходимо исправить ошибку и записать слово правильно. Можно обратить внимание на первый столбик и на второй. Задания составлены аналогично. Что же нам следует знать для того, чтобы правильно выполнить это задание? Конечно же, необходимо знать о типичных ошибках, которые нельзя допускать при образовании грамматических форм разных частей речи. Эти ошибки представлены на слайде. Именно такие ошибки часто встречаются в задании номер 7. Итак, рассмотрим более подробно каждое из правил. Первое – это нормативное. Ну что такое нормативное? То есть это правильное, грамотное, верное образование форм именительного падежа множественного числа существительных. Напомним, что форма именительного падежа отвечает на вопрос «кто или что?». И во множественном числе может иметь окончание «ы» или «и». Это форма одного и того же окончания. Или «а» или «я». Обратите внимание, в таких словах, как бухгалтеры, выговоры, инструкторы, слесари, табели и в других словах окончание будет «ы». В заимствованных словах, которые оканчиваются на сочетание «сор» или «тор». Губернаторы, сенаторы, процессоры и так далее. Окончание «а» или «я» предусмотрено в таких словах, как адреса, купола, округа, погреба, терема и так далее. Исключения составляют такие слова, как доктора, профессора и директора. То есть это те слова, которые тоже имеют окончание «сор» или «тор». Это слова-исключения. Что мы с вами должны научиться различать? Необходимо различать по значению слова-аммонимы. Что это за слова? Аммонимы – это слова одинаковые по звучанию и написанию, но разные по смыслу. Они имеют оттенки значения слов. Обратите внимание, образ, образы. Образы какие? Литературные образы. И образа. Образа – значение иконы. Например, в красном углу избы висели образа. Цветы и цвета. Листья и листы. Также требует обратить внимание на слова «договоры». Выделена буква «о» в данном слове. Ударение падает на нее, на эту букву. Вспоминаем с вами и орфоэпические нормы русского языка. Задание номер 4. Договоры. Свитеры, шоферы и секторы. Далее. Второе правило – это использование форм родительного падежа множественного числа существительных. Напомним, что родительный падеж существительного отвечает на вопрос «кого? чего?». Итак, во множественном числе этих существительных может быть нулевое окончание или окончание «ов-ев», как форма одного и того же окончания, или окончание «ей». Итак, когда же может использоваться нулевое окончание? Первое. В названиях детенышей. Например, «нет кого?». Котят. «нет кого?». Тигрят. Второе. При обозначении парных предметов, то есть тех предметов, которые образуют пару. Например, «нет сапог», «брюк», «ножниц», «чулок». Исключение составляют слово «носки» и «башмаки». То есть «нет чего?» носков, «нет чего?» башмаков. Эти слова «чулки» и «носки» очень легко запомнить. «Чулки» – это длинный предмет. При использовании множественного числа родительного падежа окончание будет нулевое. «Нет чулок». Носки наоборот. Предмет маленький, небольшой, но появляется окончание «ов» в этом слове. Носков, башмаков. Третье. В названиях национальностей. Часто это национальности, которые имеют буковку «р» и «н». Армяне «нет кого?» армян. Татары «нет кого?» татар. Четвертое. Существительных женского рода, которые оканчиваются на «ня». «Басня», то есть «нет чего?» басен, сплетен. Пятое. В единицах измерения. В основном это зарубежные, иностранные единицы измерения, такие как ампер, вольт, микрон и так далее. Обратим внимание на правый столбик. Окончание «ов» «ев» или окончание «ей». В существительных среднего рода. Платьев, перьев и так далее. Исключения представлены здесь. Блюдец, зеркалец, полотенец и так далее. В существительных среднего рода, которые имеют окончание «о». «Облако» значит «нет облаков». И так далее. В названиях национальностях часто мы сказали с вами на букву «р» или «н» нулевое окончание. Но вместе с тем окончание «ов» появляется в этих национальностях. Монголов, таджиков, хорватов, якутов. Обратите внимание на выделенную буковку «у». Якутов. Правильно, ударение падает на эту букву. В названиях овощей и фруктов. Абрикосов. Мы тоже видим с вами окончание «ов». Гранатов, помидоров и так далее. Но вместе с тем граммов, гектаров, килограммов. Это второй вид ошибки. Далее. Какие же ошибки можно встретить еще и увидеть? Третье. Нарушение преобразования степеней сравнения имени прилагательного или наречия. Обратим внимание на то, что мы должны вспомнить, говоря о наречии или о прилагательном. Нужно сказать о том, что у этих частей речи есть две степени сравнения. Сравнительная и превосходная. Сравнительная степень позволяет сравнивать предмет, сравнивать признак, качество предмета. И оно может находиться в большей или меньшей степени. Сравнительную степень можно образовать при помощи суффиксов «е», «ея» или «ей», или при помощи «ше». Ну, например, «храбрый», «храбрее» или «храбрей». Вот у слова «храбрый» никакой степени сравнения нет. Это начальное слово, начальная форма. А вот в слове «храбрей» и «храбрее» появляется вот эта простая сравнительная степень, которая позволяет нам сравнивать это качество. Точно так же. Тонко – тоньше. Чистый – чище. Как образуется составная степень? Составная степень образуется при помощи присоединений самостоятельных слов «более» или «менее». Необходимо эти слова прибавить к исходной форме прилагательного или наречия. «Умный», «менее умный» или «более умный». Что такое превосходная степень? Превосходная степень – это степень, которая говорит нам о том, что качество или явление предмета выражено в максимальной степени, и сравнивать эту степень уже нельзя. То есть простая степень образуется при помощи суффиксов «айш» и «ейш». «Высокий дом» – это дом «высочайший» – превосходная степень этого слова. Превосходная составная степень также образуется при помощи присоединения слов «самый», «наиболее» или «наименее». Например, «веселый ребенок», «самый веселый ребенок» – это превосходная степень. Что нам нужно знать, выполняя это задание? Нельзя смешивать при образовании слова разные формы степени сравнения. То есть нельзя при образовании слова смешивать простую и составную степени сравнения. Например, «она более умнее, чем он». Как сказать «нельзя»? Нельзя одновременно использовать и составную степень, и простую. Правильно будет сказать «она более умная» – мы используем только одну степень, либо «она умнее». Так будет верно. Четвертое правило – это правило образования числительных. И здесь возникает большое количество ошибок. Что опять-таки мы с вами должны знать? Числительная – это та часть речи, которая обозначает цифры, числа, порядок предметов при счете. И здесь тоже существуют свои способы склонения. Итак, при склонении числительных 40, 90 и 100 имеются только две формы окончания. В именительном падеже в слове 40 – нулевое окончание. В числительных 90 и 100 – это окончание «о». И в родительном падеже, в дательном, творительном и предложенных падежах, то есть во всех остальных, в этих словах, будет окончание «а». Посмотрите, пожалуйста. Купил сколько? 40 пуговиц. Слово стоит в именительном падеже – нулевое окончание. Если мы начнем с вами это слово изменять по падежам, появляется окончание «а». Нет чего? 40 саженей – форма окончания «а». В числительных 50, 60, 70, 80 при склонении изменяются обе части по образцу существительных третьего склонения. Склонения. Хотя сами числительные пишутся в одно слово. Например, 50 рублей. Сколько? 50 рублей. Это слово стоит в именительном падеже. Просклоняем это слово. В родительном падеже 50 рублей. Будет звучать так. Нет скольки. Нет чего? 50 рублей. Слово «пятидесяти». В этом слове изменяются обе части числительного. И это слово пишется слитно. Окончание «и». Пятидесяти рублей. Существуют особенности склонения сложных числительных, таких как 200, 300, 400, в которых изменяются обе части. Но об этом мы с вами скажем чуть позже. Нужно обратить внимание на числительные полтора и полтораста. Полтора – это числительное, которое обозначает 1,5. Полтораста – числительное, обозначающее цифру 150. Они имеют данную форму в именительном и винительных падежах. В основных падежах будет форма такая – полутора и полутораста. Например, к полутора рублям прибавить 4. Нет полутораста экземпляров. Особый интерес вызывают собирательные имена числительные и способы их использования. Скажем о том, что собирательные имена числительные не могут сочетаться с существительными женского рода. С мужским родом могут сочетаться, с парными предметами могут, с названиями детенышей могут, а с названиями женского рода употреблять собирательные числительные нельзя. Обратите внимание, трое друзей, семеро козлят, пятеро мальчиков. Но три подружки, семь коз, пять девочек. О собирательных числительных и о том, какие разряды существуют числительных и как их необходимо правильно использовать и изменять, мы поговорим с вами на следующем уроке. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok